Скопление большого количества мусора в разных частях города одесситов уже не удивляет. Вопрос из разряда во что превращают Южную Пальмиру и почему городским властям нет до этого дела, можно считать риторическими. Вот и на территории бывшего санатория Дружба образовалась мусорная свалка. Подробности у наших корреспондентов. В нескольких сотнях метров от Аркадии на улице Генуэской находится заброшенный участок, на котором еще можно увидеть остатки замечательного санатория Дружба. В советские времена это место было популярно среди творческих людей. Здесь проживали и отдыхали многие известные актеры. За годы независимости Украины пришли в упадок многие базы отдыха. Одним пришел просто конец, а от других нынешние нувориши отрывают кусок да пожирней. Как это случилось с санаторием имени Горького? История до боли печальна. На территории Дружбы стоит здание, которое в свое время являлось дачей Докса, построенной в конце 19 века. Красивейшая постройка, но по какой-то причине не получившая статус памятника архитектуры. В течение нескольких лет здесь произошло несколько пожаров. Судя по всему, кому-то выгодно было, чтобы площадь опустела. За последние годы территория Дружбы продавалась уже несколько раз. На сегодняшний день возле руин санатория уютно поместили свалку. Куча мусора, поваленные деревья, сухие ветки. При этом зайти на территорию может любой желающий. Гости жемчужины у моря, запросто прогуливаясь в Аркадию, могут посмотреть, что такое на самом деле Одесса. Как говорится, изнутри. И прекрасно рассмотреть, что скрывается за яркими вывесками и красивыми витринами города. Зрелище очень печальное. Но все-таки следы жизни здесь очевидны. Сейчас это пристанище для бомжей. Будут ли приводить в порядок это место, неизвестно. Но если не обратить внимание на горе территорию, то свалка в скором времени доберется и до пляжа Аркадия. А там и до моря рукой подать.